Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана! И сегодня у нас заказ по 12 каталогу Фиберлик. Ну и как вы уже заметили, девчонки, я без губной помады. Значит, в этом заказике у нас будет губная помада, которую мы с вами будем свочить. А еще сегодня я сделала ламинирование волос. И если вы не смотрели это видео, я оставлю здесь вверху подсказочку. Результат, девчонки, бомбический, поэтому очень советую вам пройти по ссылке и посмотреть, как я это делала и что я делала со своими волосами. Давайте приступим! Ну, первое, что я вам покажу, это средство для мытья посуды с малинкой. Артикул 111.95. Я, кстати, себе с малиной еще ни разу не брала. Ой, как здорово пахнет! Все, следующее будет точно малина. У меня там то какие-то тропические фрукты, то цветочный аромат, эвкалипт, лайм, лимончик. А вот с малинкой не брала. У меня клиенты, ну как клиенты, друзья, я сильно так не занимаюсь, не распространяю, они очень любят именно малину. А у меня все, руки никак до нее не дойдут, и я про нее забываю. Запах вообще, девчонки, бомбический. Все, следующее средство для мытья у меня обязательно будет малина. Оно у нас 0+, оно у нас абсолютно безопасно, оно у нас концентрировано и суперэкономично. Я эту бутылку развожу с водой 1 к 3, когда 1 к 2, потому что, знаете, каждый раз средство приходит разной консистенции. Возможно, зависит от ароматов, как многие девочки тоже писали и говорили. В общем, развожу я его в любом случае 1 к 2 или 1 к 3, и мне вот такой вот банки за 140 рублей хватает на 5 месяцев. Это вообще супер, это экономичнее не придумываешь. С учетом того, что она отмывает до скриппа, оно безопасно для детей и животных. В общем, одни плюсы. Целых три красочки Эксперт Калор у меня сегодня в заказе, и это тоже все не мое. Темный каштан у меня не первый раз уже берет, тоже знакомая. Она взяла себе две упаковки про запас. Это оттенок у нас 3.0. Так, артикул 180-22. Вот он. И третья краска, это 7.1 пепельный блондин, который красился я последний раз. Что хочу сказать, девчонки. Конечно, вы видели результат. Если не видели, тоже оставлю подсказку. Какая я была жутко темная. И что хочу сказать. Вот, наверное, после того видео я уже 3 или 4 раза помыла голову, и цвет смылся вот именно до того результата, которым я просто вставляю. Вот он мне нравится. Может быть, еще вот прям чуточку, вот пару раз голову помою, вообще будет полный восторг. Это натуральный, это красивый, это благородный цвет волос. Вот смылась, да, супер. Но я больше не хочу, конечно, кошка рисковать. И я буду в следующий раз брать 7.1 и 8.1 и мешать их пополам. И я думаю, что вот так вот мне точно зайдет и будет то, что я хочу. А девочки просили снять окрашивание. Обязательно вам сниму полностью окрашивание. Как я буду их мешать, что я буду мешать и так далее. Краски эти стойкие. Кто пробовал, тот знает. Они очень стойкие. Пигмент впечатывается в волосы просто супер. Я когда была темненькой, я красилась, по-моему, 4.1. Это пепельный темный цвет, то есть холодный темный цвет. Ни рыжий, ни каштановый. Вообще ненавижу эти цвета, брожено, которые все. Вот я красилась им и вообще фиг смоешь. И голову моешь, и краска не смывается. Вода чистая. У меня, я уже много раз вам хвалила эту краску и буду хвалить. За 140 рублей вы покупаете продукт, который на ваших волосах просто творит чудеса. Во-первых, равномерное окрашивание, стойкость, несмываемость. Ну, супер. И оттенки здесь мне очень нравятся, потому что я еще раз повторюсь, я не люблю рыжие оттенки, ни светлые, ни темные. А здесь много очень холодных оттенков, которые очень красивые. Ну, просто очень-очень красивые. В заказике у меня мыло для кухни, аромат экзотических фруктов. Это я взяла для себя. Мое заканчивается. 112-15 его артикул. С экзотическими фруктами не брала ни разу. Это очень хочется понюхать. Но вот открыть бы еще. О, открылось. Ну, пахнет здорово. Но все равно вот у этих мыл есть какой-то, блин, вот протухший подтон. Под аромат. То есть, вот основной аромат, который написан на баночке, и есть какой-то послевкусие, вот чего-то испорченного. Я не говорю, что оно испорченное. Нет, а это вообще свежее. Это конец июля 2019 года. Просто вот оно такое. Все мыло, они вот есть тут такой вот запах. Не знаю, по типу хозяйственного мыла, дегтярного. Вот что-то вот, какое-то присутствует аромат. Может быть, благодаря этому убиваются все неприятные запахи, нейтрализуются с поверхностей на кухне, с посуды, с ножей, после рыбы, после лука, чеснока и так далее. Потрясающий продукт. Все время беру и буду брать. Для любимых мужчин, а точнее для моего мужа, я заказала серию 8 элемент, которая сейчас у нас на скидках. Это у нас дезодорант парфюмированный и гель для душа. 200 с чем-то рублей стоил набор. Это очень хорошая цена. Я ни разу ему не брала 8 элемент. Хочется попробовать, как он будет пахнуть. Он у меня в последнее время пользуется Цельсиусом. Ой, пахнет здорово, мне нравится. Это, кстати, его ароматы больше ему подходят, чем Цельсиус. Я не ошиблась. Классный, мужественный, прям мужчиной-мужчиной пахнет. Буду нюхать своего мужа с удовольствием. Дезодорант. Блин, надо туалетную водичку такую взять ему. Точно. Дезодорант. Артикул 3603. И гель для душа у нас. Артикул 8116. Аромат супер. Девчонки, берите своим мужчинам. Пока эти вещи стоят копейки. В Фаберлик Клубе по баллам я взяла гель. Точнее, крем-бальзам после бритья для чувствительной кожи. Вот так он выглядит. Это тоже не для себя. Мне заказали такой. 0570 его артикул. Он есть в Фаберлик Клубе. По-моему, за 15 или за 25 баллов я точно не помню. Он у нас фольгированный. Показать, понюхать не могу. Ну, я знаю, как пахнет серия Фаберлик Мэн. Нормально. Но восьмой элемент круче. Два парфюмированных дезодоранта у меня тоже идут в заказик. Это инкогнито. Артикул его 3508. Сейчас комната моя наполнится ароматами. Так люблю я это дело. Инкогнито. Мужской перебивает все. Ой, прям в лицо. Ну, для меня это аромат, знаете, такой уже взрослой состоявшейся женщины. Для молодых он не подойдет. Но он мне нравится. В нем есть какая-то изюминка. Он не похож на остальные ароматы Фаберлик никак, ни грамма, и нигде. И он крутой. Потому что в Фаберлик мало крутых ароматов. Там в основном какая-то хрень, если честно. Для меня в последнее время, а вот именно крутые, дорогие ароматы, это инкогнито. Да, вот. Можно в формате дезодоранта взять, затестить аромат. Классный, действительно. Я заказала свою любимую линеечку умный кератин для волос. Это у нас салон Кеа. Профессиональная линейка. Салонный уход на дому. Восстанавливающий бальзам и шампунь. Артикул шампуня у нас 8260 и бальзама 8261. И, девчонки, я уже тестила эти продукты, и они мне очень понравились. Я уже вам рассказывала, что после использования именно линейки умный кератин, потому что у меня был и гиалурон, именно вот эта розовая полосочка, волосики лежат один к одному, как практически после ламинирования сегодняшнего. они лежат хорошо, они укладываются хорошо, они на следующий день лежат хорошо и даже через день. Поэтому мне эффект очень понравился. Причем, ну, бальзам как бы не знаю, потому что он у меня кончился быстрее. И потом я еще пользовалась шампунем и другим бальзамом, лакрем, по-моему, с мяткой. И в этом сочетании даже еще лучше. Поэтому, если не хотите заказывать всю линейку, попробуйте хотя бы шампунь. Вот я от него просто в восторге. И пока собираюсь брать его на постоянной основе, изредка чередую с чем-то другим, чтобы волосики не привыкали. Кто говорил, что аромат здесь не очень, здесь такой же подтон. Я, конечно, выражаюсь так, девчонки, вы меня извините, чтобы вы поняли, донести до вас такой же, как вот в этих мылах. Мылах. Ну все, вообще весь русский язык сегодня исковеркала. Вот похож. Послевкусие ароматом, немножко чем-то таким вот потухшим. Но тоже все свеженькое. Сейчас посмотрим сроки годности. Ну май. Май, да, май этого года как бы все свеженькое. Есть вот этот аромат. Меня он не смущает, он с волос выветривается быстро. Мне главный эффект, а уж аромат мы что-нибудь придумаем. Девчонки, взяла себе Омегу-3,6,9. Вот так выглядит баночка. Это артикул ее 153,80. Если вы пили данный продукт именно фиберлик, напишите, пожалуйста, ваши отзывы. Мне интересно. Я вообще никогда, в принципе, в своей жизни не пила Омегу. Здесь, кстати, зафольгировано. Но думаю, что не помешает. Сейчас, тем более на осень, лето у нас кончается. Фу! Пахнет рыбим жиром. Ну ладно, это все как бы терпимо. Благо, это капсулы, и не надо их расшевывать, как наши пищевые концентраты. Там вот точно фу! Масло льняное, холодного отжима, рыбий жир, масло семян тыквы. Вот семена тыквы, это вообще для женского организма, кстати. Первое дело, если кто не знал, почитайте. Желатиновая капсула, масло семян амаранта. Хороший состав, вообще отличный. Мне кажется, можно давать и деткам. Если давали деткам, напишите, пожалуйста. Я планирую, вообще у меня дочке 6 лет, подавать ей этот продукт совместно со мной. Возможно, еще закупимся баночкой, чтобы нам хватило. Еще в моем заказе вот такой вот оттеночный бальзамчик для губ. 89 рублей он, по-моему, стоил. Артикул его 44122. Есть у меня где-то такой-то, не смогла вам найти, к сожалению, показать сводчик. Но он мне, кстати, очень нравится. Вот для брюнеточек и для смугленьких, вот вообще, просто огонь. Он с бежевым подтончиком, таким легеньким, наносится, как обычный бальзам. И есть вот небольшой, вот я розовый нашла из этой же линейки. И дает он легкую такую пигментацию. Вот розовый практически не видно. О, вот чуть-чуть видно, розовинка. И вот такой же вот небольшой бежевый, как бы, свечение, цвет присутствует вот в этом бальзаме. Мне они очень нравятся, это удобно с собой взять. У кого, тем более, сухие губки, вообще здорово. Следующий продукт в моем заказе, это вот такие вот два бальзамчика для усталых ног. Вот так он выглядит. Артикул его 2159. Слышала очень много на него положительных отзывов. Женечка, если ты меня смотришь, спасибо тебе, что посоветовала. Буду тестить, буду пробовать. Они у нас все закрытые. Вот здесь такой вот клапан, как у многих кремов Фоберлик для рук, для ног. Вот. Вот клапан открыли. И дальше он все, не фольгированный. Белый такой крем. И я сейчас нанесу его слегка на ноги. И пока мы с вами будем дальше снимать обзор, я дам вам свой отзыв. Действительно ли он охлаждает? Он должен охлаждать. Здесь ментол у нас и арника. Ну все, по ножкам разнесла. И тогда скажу... Ой, уже охлаждает, кстати. Да, холодок пошел. Будем смотреть дальше. Еще в моем заказе две вот такие вот кисточки. Кисти у Фоберлик потрясающие. На них сейчас в 12 каталоге очень хорошая скидка. Я по такой их цене, сколько я Фоберлик не видела никогда. Так, кисть для подводки бровей артикул 11097. Они все очень удобно упакованы. Кстати, вот эти чехольчики из-под кисточек можно использовать для своих кистей. Здесь кисти 4 точно влезет, если вот такие тоненькие. Так, для подводки бровей доставайся давай. Мне очень нравится пользоваться именно этими кистями. Они хорошо набиты. Смотрите, какой скос. Она вот такая вот тоненькая. Ну, для бровок, мне кажется, будет здорово. Давайте попробуем даже. Попробуем, затестим эту кисть. Волоски здесь не лезут. Вообще ничего не торчит. Все ровненько. Сейчас попробуем, насколько это удобно. Ой, это очень удобно, я вам хочу сказать. Супер. Вообще супер, девчонки. Удобная кисть для бровей. Кто не пробовал, берите. Она очень удобная. Она с одной стороны такая упругая, то есть не мягкая. Ей можно и контур очень здорово, хорошо подвести. Мне нравится. Я давно хотела эту кисть, но все ждала скидочки. Вторая кисть, девчонки, это 111.05. Кисть для растушевки теней. Тоже очень давно ее хочу. Хочу затестить. Тоже в таком же чехле, который у нас открывается с замочком. Вот как выглядит кисть для тушевки теней. Здесь как бы она такая скругленная. Достаточно хорошо тоже набита. И в то же время она мягенькая, ничего не лезет, лишних волосков никаких не торчит. На каждой кисточке есть маркировочка Фаберлик. Давайте с вами и эту, пожалуй, затестим. Насколько хорошо она тушует у нас тени. Ой, ну по веку ей водить вообще, если честно, одно удовольствие. Здорово. Я сейчас вот коричневыми тенями сверху подведу немножко складку. И посмотрим, как... Ой, вообще супер. Слушайте, я все свои кисти теперь повыбрасываю. Оставлю только от Фаберлик. Это одно удовольствие. Смотрите, как она по веку ходит. Вообще здорово. Мягко, не царапая, не травмируя кожу нежную вашу. Замечательно. Девчонки, я довольна этими кисточками. Пока есть акция, советую вам к ним присмотреться. Девчонки, пойдем по декоративке. У меня в заказике были тени «Галактическое путешествие». Это у нас самый светлый тон. Он артикул его 52-31. У меня заказала его знакомая. Так, 52-31. И у меня есть такие тени, которые я активно использую, которые сегодня у меня на глазах. Поверх коралловых теней у меня вот здесь вот эти вот светленькие блестящие в уголочек нанесены. У меня есть видео про три оттенка этих теней. Я ставлю подсказочку вам вверху. Ну и сейчас покажу сводчик, как они выглядят. Это классный, очень удачный оттенок, который можно накладывать поверх других теней, создавать блеск вашим глазкам, свежеотдохнувший вид. Вот, смотрите, вот как он выглядит. Можно тушевать. Я поверх теней вот так, кстати, пальчиком тушую. Смотрите, всю руку себе заляпала. Вот так пальчиком тушую. То есть, чтобы получался эффект легкого свечения на глазках. Смотрите, как здорово. Я эти тени использовала даже как блеск для губ и растушевывала. Вообще смотрится просто супер. Дальше, девчонки, я заказала тени Верри Берри. У меня однажды под видео девочка спросила, а вы не пробовали тени Верри Берри? Артикул 5660. Это у нас что-то типа ягодное удовольствие. Ягодами здесь, конечно, и не пахнет. Компания Фаберлик погорячилась. Это коричневые оттенки. Это запеченные у нас тени. А я вот не пробовала и полезла смотреть, что же она имеет в виду. И посмотрела и решила, что этот оттенок мой. Мой-мой и что я их хочу. Запеченные тени. Сейчас будем делать с вами сводчи. Давайте попробуем делать сводчик кисточкой и пальцами. Так, набираю светлый. Очень хорошо пигментирован. Темный тоже потрясающе. Это темный благородный оттенок. Светлый у нас как бы имеет золотистый подтон. А темный тоже немножко есть такого как бы золотого. Но вообще это просто такой вот пепельный, наверное, красивый. Мне нравится. Вот для смоки айс вообще подойдет идеально. Сейчас я проведу по руке и посмотрим. Вот. Смотрите, какая красота. Светлый оттенок блестит. Очень похоже на вот эти тенюшки. Только у них розовый подтон, а здесь золотистый. Ну вообще кайф, девчонки. Просто кайф. Я не ошиблась с цветом. И сейчас я нанесу еще рядом сводчики кистью. Посмотрим. Так. Если вот немножко подтушевать, как они будут смотреться. Темный и светленький. Темного, кстати, меньше кшимера. Практически его здесь нету. Когда растушуешь, даже и не видно. Вот, смотрите, я нанесла кистью и подтушевала. Вот. Вот, девчонки. Вот так вот выглядят эти оттенки. Мне очень они понравились. Я думала, что будут рыжить. Я и в тенях не люблю рыжие оттенки. Нет, они очень благородные, красивые. Дымчатый, как бы я сказала, даже вот этот темный. И для смоки айс вообще супер. Нижние века подводить. Вот, девчонки, как тени выглядят на солнышке. Очень удачные вообще оттенки. Очень. Давайте попробуем, подведем, что ли. Мне потому что, ну, очень хочется попробовать их. Так, где моя кисть новая? Это Фаберлик. Сейчас попробуем, подведем темненькими. Ну, здорово, девчонки. И на нижние века, и на верхние вместе с вот этим вторым оттенком. Вообще будет смотреться отличненько. Потушуем. Ну, супер. Цвет вообще шикарный. Беспроигрышный вариант, скажем так. Для блондинок, для брюнеток. Ну, и последнее, самое интересное в моем заказе. Это у нас помадка. Так, роскошный поцелуй с сывороткой. Я брала ее, девочки, тоже в Фаберлик клубе. Вот так выглядит упаковочка. Артикул ее 43094. Это какой-то, по-моему, персиковый цвет. Я влюбилась вообще в эти флакончики золотистые от Фаберлик. Мне так нравится. Я прям себе хочу коллекцию теперь собрать. Вот так выглядит сам стик. И помадка. Ой, кажется, тоже это мой цвет, и я не ошиблась. Ну что, будем тестить свотчить. Так, наношу сначала на губы. Она, кстати, не такая коралловая, как в стике. На губах она розовит. Ну, она шикарная. Я хоть и говорила, что не люблю жирные помады, но жирные, как Рената. Вот эта помадка очень питательная. Очень питательная. И я бы даже, наверное, сначала карандашиком воспользовалась. Но и так все равно здорово. Она по пигментации, в принципе, средняя. Смотрите. На губах. Мне кажется, очень натуральный. Такой красивый нюд. Естественный. Здорово вообще, девчонки. Я снова не прогадала с помадкой. Еще и за один рубль по Фаберлик-клубу. Это вообще супер. Да, если вы, кстати, еще не Фаберлик, а хотите тоже получать такие подарки, ссылка всегда под видео. На регистрацию бесплатную. Так, сейчас будем делать свотч. У меня уже все руки, правда, в тенях. Девчонки. Смотрите. Вот один раз проведу. Вот так. И если наслоить. Камера, в принципе, все верно вам передает. Помада действительно роскошная. Действительно роскошный поцелуй. Губки увлажненные. И тут еще в составе сыворотка. Они еще будут у вас и напитаны. У меня была из этой линейки помадка. Я ее подарила. Вот, смотрите. Это у нас оттенок 43094. Сейчас вам открою стик. Вот. В принципе, похоже. Но вот когда я на нее смотрю без камеры, она как бы немножко вкоралловой. А на свотчах и на губах она почему-то в розовый цвет уходит. Сейчас сравним с каталогом. Нашла, девчонки. Это триумфальный персиковый. Смотрите. Ой, каталог. Не завернешь. Это самый нижний оттенок. Вот он. И вот стик. Вот так. Когда прикладываю я, без камеры, да, вот, мне кажется, что в стике темнее. Но в целом передано так. Но она не такая на губах. Она не уходит действительно в персиковый. Она уходит в розовый. Смотрите. Это, ну, не та история. Не то, что на картинке. Однозначно. А вот в стике похоже, да. В стике похоже. А на свотчах и на губах она смотрится по-другому. Ну, это тоже, девчонки, может зависеть от пигментации ваших губ. Вот, смотрите. Вот так. Ну, и вот губки. В целом, я очень довольна заказиком. Помадка классная. Я считаю, что мне идет. Вот это мой цвет. Тенями довольно жутко. Это тоже мой цвет. Спасибо девочке, которая спросила у меня про этот оттенок. Если бы не она, я бы его не заказала бы никогда. Кистями жутко довольна. И всем вообще. Кстати, охлаждение с ножек уже прошло. И оно было легким-легким. Я ожидала большего эффекта. Но за 50 рублей со скидкой консультанта ждать чудес, конечно, это тоже глупо. Легкий эффект охлаждения был. И все. Насколько снимает усталость, пока сказать не могу. В пустых баночках вам обязательно расскажу. На этом все, мои хорошие. Если вам видео понравилось и было полезным, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, писать свои комментарии, мнения высказывать. Я всегда их читаю, с радостью вам отвечаю. Всех люблю, целую. До следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok